Добрый день. Сегодня мы посмотрим на игру Resident Evil 4. Как всегда, максимально актуальное видео. Сюжет игры. Происходит спустя 6 лет после катастрофы в Раккун-Сити, в которой случилось заражение населения зомби-туберкулезом, т.е. Т-вирусом и последующая бомбардировка, дабы аккуратно зачистить следы работы корпорации Амбрио и правительству в частности. Добрый день. Добрый день. Испасы! Это языческая мизансцена, переходящая в конкурс «Кто первый отпиздит Леона?» Нет блять, на обед. В игре помимо обычных подконтрольных бомжей, есть их командующие, которые имеют внутри себя доминантную версию паразита Плага, для управления. В полнометражной анимации Resident Evil Damnation 2012 года, есть уже вариация этого паразита, которая дает хозяину управление ликерами. Погуляв по забытым богам и средствами гигиены местам, Леон натыкается в шкафу. На бывшего гига-мега-убер-корош биолога, Луиса Сера, который в прошлом был одним из ведущих биологов-исследователей местного культа бомжей, он представляется нам как мадридский полицейский. Тут же набегают селяны, и староста деревни Битарес Минде сделает ребятам выкол. Леона чипирует яичком паразита, дабы со временем он стал подконтрольным, как и жители. К ребятам на вечеринку приходит отбившийся от стая бедолага с топором. Леон спасает положение коронным похоронным приемом Ван Дамма, Луис стекает с хаты. Продолжаем непринужденную прогулку по курортным местам говно срачела. Доходим до дома Битареса Миндесса. Происходит удушающий тет-отет с хозяином. Но нас отпускают. Не усваиваем урок и падаем на хвост деду, из-за чего он бомбит и пытается нас уже убить. Видимо вирус биполярки. Но его отвлекает Адвонг. Возвращаемся в деревню, осматриваем достопримечательности, кладбище с десятью могилами и церквушку, колокол который отвлек селян от массовой оргии с Леоном в начале. Церковь закрыта, поэтому Леон отправляется по другому пути в поисках ключа. Опять сраный камень. Пытаемся переплыть озеро, но знакомимся с местной водной фауной в лице Гиганега. В рот ее рыба Саламандра, Дейлаба. А я рыба, я рыба, я рыба. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо. Рыба Саламандра устраивает нам тур Диафранс по болоту. И чтобы как-то успокоить ее нужно провести хирургически точные. Дай микрон. Выверенные удары гарпунами. Божественный кью Эйя. Победив Сал рыбу, Леон ловит приход от паразита и падает на шесть часов сон. Проснулись, улыбнулись. Находим ключ к церквушке. Возвращаемся обратно. О, нет, ловушка. Встречаем нежирного. Но на массе, босса Эль Гиганти. В переводе на русский, ебать ты огромный. Собачка, пока наш четвероногий друг отвлекает джирнича, хреначим его. Идем в церковь. Кто вообще придумал такую систему активации? Я имею в виду в игровом мире. Это же какое-то колдунство вне Хогвартса. Тут игра внезапно меняет жанр с сурвивал хоррор на сопровождение отсталого друга. Хрен пойми откуда появляется Саддлер и раскрывает свой злодейский план. Оказывается Эшли. Тоже чипированный яичком Лас Плагас, который по охуенно надежному плану помог бы Саддлеру контролировать весь аппарат управления США, после того, как ее бы отправили обратно. Тем самым США руководила бы тайная организация. Тут сразу можно понять, что сюжет игры максимально надуманный, ведь такого никогда не могло бы произойти в реальной жизни. Но в Эйфак. О, а нас встречают. Теперь мы браздим просторы муха срани уже в компании вечно ноющего персонажа. Господи блядь. И снова провинциалы хотят устроить массовый гэнкбэнк, но Роза Леона не для них цвела. Сэндвич! О, Луис! После завершения совсем недушного сегмента с защитой дома, Луис снова текает, а мы выходим наружу. Теперь у нас есть два пути. Налево пойдешь, массовый замес найдешь. Направо пойдешь, направо не пойдешь. Там неудобный мыхач с Эль-гиганте, так как он в любой момент может перегреться на Эшли и сделать ей массаж насмерть. Выбираем левую дверку. Понимаем, что стрела с гигантом была не такой уж и плохой перспективой. Куча деревенских дебеков плюс две поехавшие бабы с бензопилами. Хм, нужен глазик. Удеррррррррр. Какой-то, коллайн-п solves. Удеррррр. Отlichen чем-то, коллайн-пой. И снова встреча со старостой, в великолепной комнате 2 на 2, этот понч мало того, что жирный как танк, так еще и турникмен во второй стадии, благо фиксится это все бочкой плюс брены плюс дрот плюс дрот плюс дрот, короче, забираем моргала старосты деревни, открываем дверку и выходим на территорию замка. Капец вы медленные, ругаются на испанском, за, мог, ах сколько воспоминаний, тут тебе и новые типы врагов, и интересные загадки, и арены, которые испытывают на прочность твои навыки сражения с нечистью. Да, ненавижу эту часть игры, душная наша пиздец, а я тут уже в пятый раз, сука. Ну да ладно, продолжим. Уничтожив ебучих катапультистов, посредством нехитрых манипуляций взрываем ворота. Встречаем брата братана братишечку Луиса, который хотел нам принести лекарство, но выронил по пути, когда убегал от бомжей роняя ка. Ловим ебалом интродукцию второго босса игры, Рамона Салазара. Мелкий бронебро Кастилян замка, то бишь Смотритель, также имеет доминантную версию Паразита, для контроля своих крипов. Старый БДСМщик Терентий, избушку свою подметает плетью, за крюки себя вешает снова и снова, ему девяносто, он не помнит слов-слова. Ох пиздь, теперь у нас сосисочная вечеринка с монахами, потрясающе. Пока мы упражняемся в стрельбе, отправляем Эшли крутить ручки, ей полезно, не даем монахам добраться до нашей девочки. Ох как бежит, сучара. Момент спокойствия, наконец-то нет врагов, ловушек. Э? Что? Да блять, женщина, как тебя стена-то могла похитить. Ну ёнах, надо передохнуть. Как же я обожаю этот полигон, ахаха, весь день бы стрелял, в скобочках нет. Салазар. Сквозь кровь, пот, гивно и жуков, доходим до очередной беседы с Рамоном. К слову о Рамоне Салазаре. Много лет назад первый смотритель замка искоренил местный культ и запечатал паразитов Лас Плагас в пещерах, на которых позже построил замок. Потом появился хрен пойми откуда Садлер, организовал повторно местный культ и запиздел уже восьмого кастя. Ляна Рамона Салазара, мол гоф культ и паразитов выпускай, заебись будет, отвечаю. А он и повелся, а ему и по кайфу. О, какая встреча, да это же тройной хер поймы какой агент адвонг, опять хрен пойми что тут делает. А теперь у нас рейслинг в клетке что ли? О, нет, держи социальную дистанцию, сука. Блять, помогите. Хули смеетесь. Смешно, смешно, да? Ха, вот тупой, не может из клетки выйти. Ахаха. Братишка Луис. Ой. Да откуда этот Садлер постоянно появляется, я не понимаю. Забираем у братана таблетки, что заглушает эффект от заразы. Далее спасаем эшли. Бля, спасаем эшли. И снова по её душу пришли старые извращенцы. Бах-бах-бах-бах. Теперь игра за эшли. Внезапно, да? Оказываем своё неуважение дедам. Крутим ручки. И так по мелочи делаем всякую резидент и велщи. Это что, типа паразит вырос внутри доспехов? Всё, мы снова с Леоном. Теперь нам ничего не страшно. Ходим-бродим, нужный став находим. Да просто шмальни в него. Вот же он стоит. Давай, пулю в голову, пусть заткнётся нахуй. Ну ёб твою мать. Всё, съебался. О, мой бог. Ну что опять? Зачем вы захерачили в замок этот бур на две персоны? Какую он выполняет функцию? А? Или эти дебичи сидят в нём всё это время в надежде, что кто-то зайдёт в этот коридор? Да ёб твою мать. Комары. Серьёзно? Комары. Леон. Бля. Приши на неё резинку. Как для варежек, чтобы не терять. Су-у-у-у-а-а-э. Как же я ненавижу этих злоебучих комаринах вы пердешите. Спасибо, что не пауки. Я вождя зин сектор, тваря. Все обменялись подозрительными взглядами, началась резня. Что ж, Леона отправили на парашу, надо выбираться. Ой бля, тут же это чучело бессмертное, эта тварь наверное второй по серьёзности противника в игре. И где он? По хрен. О, кажется попал, на сука, на, 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 ай, помогите. Чё, нравится азот, а? Ах, да когда же ты сдохнешь. Покурить отошёл что ли? Аня, умри уже, задолбан. О, как во время всегда эти лифты приходят, сука, спускаемся в те самые шахты, где нашли замаринованных паразитов. Что может быть лучше, чем эль гиганте? Правильно, два эль гиганте, сука. А он не сдаётся, уважаю. Ты как? Задумался. Аня. Всё в порядке. Слышите этот прекрасный звук? Это щебет сранорожденных комаров? Ау-ох, ненависть. Ни хрена себе, средневековое паяльное зеркало. Немного принц персия щит. Не обращаем внимания на девичьей. Почему вы не попадаете в капкан? Привет, пока. Вагонетка-вагонеточка. Что ж. Отстреливаем зайцев. Куда без билета. Добрый вечер. Куда едете? Вы местный или турист? Что-то не разговорчив. Чем вообще по жизни занимаешься? Я вот дочь президента спасаю, типикал вторник. А у вас здесь даже мило, в какой-то степени. Хулигани. Калабанга. Взяли херню. Ставили херню. Поехали. Приехали. Ха, стоит, как вкопанный. Такая здоровая статуя. Кажется, Салазар что-то компенсирует. Вот тебя просили этот рычаг трогать. Просто чудеса искусственного интеллекта. Бес. Бас, бас, бас. И я. Бля, 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 бля. Салазар И убежал роняй Эко. Погнали за мелким. Так или иначе, добираемся на лифте до босс-файта. Пора аннигилировать Рамона. Я даже не знаю, надо ли это цензурить. Это кстати матка Лас Плагас, которая производит этих самых паразитов. Но кому не насрать. Помогите. Это невозможно сказала причина. Это безрассудство сказал опыт. Это бесполезно отрезало гордость. Мне похуй. Сказала моя однозрядная РПГ. Саянара блять. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил Дима Торзок. Добавил Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Остров. Здесь у нас зараженные боевики Краузера. Вроде как. Супер военные с арбалетами и не только. Хитро выдуманный? Нет. Пазл с лазерами. Кто это строил? Пробегаем всех под флешкой. Потому что потому. спасение? Я crow. Вместо следов. Знакомьтесь. Регенератор Дегенератор. С теле этого черта находится несколько паразитов Las Plagas. Из-за чего он тупо машина. Может регенерировать почти бесконечно вечно, убить можно либо ударами ножа, действуя наверняка, либо как умный человек, взять винтовку и специальный прицел, который показывает слабые точки в их теле. То есть паразитов, прицел взял, винтовку я не взял. Хэв секс. Убегаем как побитая псина. Ну ни хрена оси ты за жизнь цепляешься. Привет. О, сильный бит на огонек зашел. Может ты уже отъедешь? Миллион ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Come with me if you wanna live. Что может быть лучше? Короче 2 оси набито. Кладем болт и убегаем. Почти удачно. Проникновенно. В рейкинг болт момент. Эшли давай быстрее, я тут слегка заябался. День добрый, а вы тут нахера? Да сиди там, все в порядке, зачем убегать? Я аккуратно вокруг постреляю, дробью. Ага. То есть этот рубильник не открывает, а тот открывает. Понимаю. Пока эшли крутят баранку сраного бульдозера, избавляемся от хвоста. Вы нахрена туда залезли? Опять внезапный Седдлер. Хэштег, огли бастарт. Ходим бродим, суету наводим. На первую драку с краузером выходим. По сути, это одна большая катсцена с Кью Телье. Пропустил нужную кнопку, начиная заново. Весело. Небольшая зарядочка. Балдеж. Хм. А для чего служит эта конструкция с контейнерами? Типа это же ебеня пещеры. Зачем здесь подвешивать под потолком сцепленные контейнеры? Так, тут у нас довольно странный, но интересный босс файт. Наш оппонент симбиоз человека, рептилий и насекомого, в которого естественно запихнули лас плагас. В первой части нужно от него бегать-убегать, отцепляя контейнеры. Во второе уже само сражение. Его легко вынести с помощью РПГ и одной дробины в лицо. Естественно, РПГ я забыл. Плак. Плак. Джек Краузер, бывший сослуживец Леона, который считался погибшим. Он похитил Эшли, чтобы внедриться в культ Лос Иллюмина Дос. По приказу Альберта Вескера, куда же без него, Краузер должен был получить у Сэгглера образец доминантного паразита и передать Вескеру, впрочем как и ада. Но позже впечатлевшись силой плаги, чипировал себя доминантным яичком, вследствие чего кукуха дала еще большую течь на почве Unlimited Power. Лас плагас. Нам нужно угандошить бывшего камрада, пока руины не рванули. Погнали. Так, теперь у нас тут Калав дуть ищет. Хреновая туча зомби спецназа, пулеметы, ракеты и т.д. Зато на помощь прилетел братишка Майк. Стелс вертолет. Теперь вы видели все. Продолжение следует... Да ладно блять, ты реально вылетела. БЛАД! Самое смешное, что когда я проходил на профессионале, игра вылетела на этом же моменте, в конце блять уровня. А там нихера не легкая секция, я даже не помню сколько ребутал этот кусок. Майк так вообще обстреливал башни на предыдущей локации, тупой кусок гор. Нежно заходим в дверки. Наблюдаем гибель Майка. Злимся и бежим дальше. Чё, как полетали? Да ты заеб... Леон, ты в порядке? Ебаться. В последний раз находим Эшли, Эггель. Леон ловит сверхзвуковое чапало. Пока Адда разряжает в деда миллиард пуль. Делаем ноги. Вообще похую. Доходим до аппарата, который нехитрыми манипуляциями с радиацией уничтожает паразитов в телах протагонистов. Я охренеть как не в порядке. Поднимаемся к последнему главарю, находим отду в подвешенном состоянии. И вот наш великий антагонист, который проходится проще половины врагов, Кек. По классике резидентов, босс превращается в сраную нёх, которой нужно шмалять по моргалам. По сути нужно взрывать глазики на его ногах, а после подходить и в катсцене бить ножом в ротовой глаз. А я тупень, который узнал это только на повторном прохождении. Взрываем к херам ложного идола. Жил как чёрт и умер как чёрт. Земля стекловатой. Мудила. Ада отбирает у нас образец ласплагас для вескера, чтобы втереться к нему в доверие и т.д. и т.п. Вдаваться в её ёбанутый лор я не хочу. Вот и всё, осталось только покинуть навсегда это всеми богами забытое место, вернуть Эшли отцу, помыться и пойти проходить ремейк на хардкоре. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.